На минувших выходных состоялась еще одна акция, только уже на территории санатория Красной Зори, на 9-й станции Большого Фонтана. Там неравнодушные одесситы выразили свою волю восстановить историческую справедливость и создать на этом месте парк-мемориал Воскресенский. В честь этого и высадили аллею памяти. Более полусотни одесситов собралось, чтобы высадить аллею памяти на территории бывшего санатория Красной Зори. Всего высадили 41 саженец различных деревьев, среди которых сафор, алип, ясень, платан. Таким образом, горожане пытаются отстоять территорию и не допустить здесь возведения очередных высоток. На протяжении уже трех лет городские чиновники пытаются эту землю освоить под застройку, под девелоперов. Но при этом в качестве девелопера выступают Кауфман и его компания, и очень много заинтересованных застройщиков, но со стороны города. Поэтому акция призвана привлечь внимание горожан к тому, что такие самые привлекательные территории, те территории, которые должны являться парковыми зонами, они становятся у нас высотками. И абсолютно без социальной инфраструктуры это первое. Ну и второе, все-таки необходимо знать, что здесь на этом месте было кладбище. И уже в начале прошлого, вернее не в начале, в 30-х годах прошлого века, коммунисты, как это бывает, просто это кладбище с бульдозерами просто снесли и построили здесь санаторий. Все-таки это место, которое сохранило четко очертания, культовые постройки. Здесь остались склепы, осталась часть усыпальницы ралли, вот она здесь рядом. И поэтому это место должно быть, естественно, местом историческим. Как известно, группа одесситов во главе с депутатом гурсовета Ольгой Квасницкой не первый год пытаются уберечь эту территорию от застройки. На данный момент им удалось добиться придания этому месту статуса памятника истории местного значения. Но угроза застройки все еще не исчезла. Ольга Квасницкая уже несколько раз выносит на сессию гурсовета вопрос, чтобы занести территорию в перечень парков Приморского района и установить границы. Но депутатское большинство играет на стороне застройщиков. Поэтому только массовая поддержка идеи создания мемориального парка поможет воплощению ее в жизнь. Мы сегодня привлекаем и демонстрируем власти необходимость создания здесь парка, мемориала, для того, чтобы в первую очередь не только не дать застроить эти 4 гектара земли апартаментами, а для того, чтобы показать, что мы чтим историю памяти, историю поколений и будем передавать ее детям. Потому что наша задача сохранить, приумножить и передать то, что мы и делаем. Стоит отметить, что количество одесситов, присоединившихся к акции, говорит о том, что люди действительно хотят видеть здесь парк и будут отстаивать данную территорию. Я приятно удивлен, потому что здесь находится большое количество людей, которые живут рядом и которым не безразлично, что здесь будет происходить. Люди действительно хотят видеть здесь парк, самостоятельно облагораживают, очищают территорию. Надеемся, что это делается не под будущую застройку и это все не зальется, как у нас принято в Одессе, бетоном. Прекрасно, что, скажем так, невзирая на политические взгляды, люди объединились в выходной день, несмотря на погоду и все остальное, пришли и делают вот такое хорошее дело в нашем любимом городе. Отметим, территория здравницы является объектом культурного наследия и включена в госреестр памятников. Здесь расположены сразу несколько подобных сооружений. Воскресенский скит и одноименная церковь, а также старинная водонапорная башня. Продолжение следует...